Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Париже стартует форум по привлечению инвестиций в ТЭК Туркменистана. Туркменистан и Великобритания подписали ряд двусторонних документов, авиакомпания China Southern Airlines увеличит число рейсов из Ашхабада в Урумчи и другие новости. Сегодня в Париже начнет свою работу международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана. Этот престижный форум организован государственными концернами «Туркменгаз» и «Туркменнебит» в партнерстве с «Туркменфорума» и британской компанией «Гефней Клайн». «Туркменпортал» выступает официальным медиапартнером форума. Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Батыром Амановым прибыла в столицу Франции накануне старта форума 23 апреля. Члены правительственной делегации посетили объект по очистке воды компании «Суэс», затем отправились в знаменитый Версальский дворец, международную обсерваторию по выбросам метана и выставку «Махтум Калифраги и культурное наследие Туркменистана», организованную в честь 300-летия великого туркменского поэта. Вечером была организована экскурсия по Парижу. Начиная с 18 мая китайская авиакомпания China Southern Airlines ведет дополнительный еженедельный рейс по маршруту Урумчи-Ашхабад-Урумчи. В первом квартале 2024 года Китай импортировал туркменский природный газ на сумму 2,4 млрд долларов США. По данным китайской таможни, в число ведущих экспортеров газа в КНР также вошли Австралия, Катар и Малайзия. В настоящий момент туркменский газ экспортируется в Китайскую Народную Республику по трём ниткам газопровода, которые проходят через Узбекистан и Казахстан. Пакистан рассчитывает получить окончательное одобрение на начало строительных работ газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия к концу второго квартала 2024 года. Необходимость реализации ТАПИ продиктована растущими потребностями Пакистана в импорте газа на фоне превышения спроса над объемами внутренней добычи. По плану газопровода ТАПИ ежегодно будет транспортировать 33 млрд кубометров туркменского газа с месторождения Галконыш. В рамках визита в Туркменистан государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества и Развития Соединенного Королевства лорда Кэмерона, в здании МИД состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов. На мероприятии стороны поставили свои подписи под программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел по делам Содружества и Развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2024-2025 годы. Помимо этого были подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам охраны окружающей среды и биоразнообразия Каспийского моря между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и британской Blue Marine Foundation, а также в сфере транспортного сообщения между агентством Туркменсвязь и компанией Dialog Events Limited. В штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции прошло торжественное открытие выставки «Махтум Кулифраги и культурное наследие Туркменистана», организованное постоянным представительством Туркменистана при ЮНЕСКО совместно с посольством Туркменистана во Франции и Министерством культуры Туркменистана. Параллельно состоялась научная конференция, приуроченная к 30-летнему юбилею деятельности туркмено-французской археологической экспедиции. Ярким дополнением к насыщенной программе дня стал эксклюзивный показ оригинальной коллекции национальных туркменских костюмов. Мэрия Милана хочет ограничить ночную торговлю уличной едой, чтобы утихомирить шумные гуляния и обеспечить сон жителей города. Законопроект, предложенный городскими властями, предусматривает запрет на продажу еды на вынос, включая пиццу, мороженое и напитки после полуночи. Ограничения планируется ввести с мая по ноябрь. Под запрет попадут не только ларьки с уличной едой, но и летние террасы кафе и ресторанов. Продажа еды и напитков на них будет запрещена после 00.30 в будние дни и после часу 30 в выходные и праздничные. 39 биологов и философов со всего мира объединились, чтобы подписать декларацию, которая признает сознание у животных. Декларация, опубликованная Нью-Йоркским университетом, охватывает не только млекопитающих и птиц, но и рептилий, амфибий, рыб, а также многих беспозвоночных, включая насекомых, крабов, омаров, кальмаров, осьминогов и каракатец. Ученые, стоящие за этим заявлением, опираются на неопровержимые научные данные, свидетельствующие о наличии сознательного опыта у этих животных. Стартовал второй круг высшей лиги Туркменистана по футболу. 23 апреля состоялся первый матч 10-го тура, в котором столкнулись Мерв и Небичи. Хозяева поля одержали минимальную победу благодаря голу Гуванча Бердамурадова на 84-й минуте встречи. Сегодня пройдут еще три игры 10-го тура. Капидак примет Ашхабад, Шагадам сыграет с Алтынасыром, а Энергетик встретится с Ахалом. После девяти сыгранных туров лидером чемпионата является Аркадак с 24 очками. В группе лидеров также находятся Алтынасыр – 18 очков и Ахал – 15 очков. Форвард Ромы Сердар Азмун прервал свою голевую засуху, отлючившись в матче против Болонии в рамках 33-го тура серии А. Азмун забил на 56-й минуте встречи, сократив отставание своей команды. В итоге матч закончился со счетом 1-3 в пользу Болонии. Это первый гол иранца за более чем два месяца на клубном уровне. Последний раз он забивал 18 февраля в матче против Фразинони. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Субтитры подогнал «Симон»!